Добрый день, с вами Дмитрий из Galileo Sky и это очередное видео из курса EasyLogic Practic. В этом видео мы рассмотрим различные стартовые события, некоторые полезные вспомогательные блоки и поговорим о подстановках. Из модуля Basic вы знаете, что каждая цепочка алгоритма должна начинаться каким-то стартовым событием. События старта устройства и конец в принципе понятны, давайте изучим внимательно другие доступные события, такие как входящий звонок, входящий смс, принята команда, сделать фото и обработчик RS-485. Все эти стартовые события позволяют нам запускать цепочку алгоритма и присылать извне различные параметры. Как вы видите, три стартовых события запускаются от внешней причины, например входящего звонка или входящей команды. Стартовое событие «Входящий звонок» запускает цепочку алгоритма в случае получения входящего звонка на сим-карту, установленную в терминале. В свойствах мы можем уточнить список телефонов, звонки из которых инициируют это стартовое событие. В этот список мы можем включить доверенные телефоны и произвольные номера. Таким же образом мы можем задать номера телефонов в блоке входящий смс. Однако помимо телефона нам нужно задать текст команды. То есть смс с разными командами с одного и того же телефона будут по сути разными стартовыми событиями. Блок принята команда несколько отличается от блока входящий смс. Дело в том, что такая команда может быть принята из сервера мониторинга и через конфигуратор и через смс, но только в том случае, если номер телефона, с которого поступила эта команда, находится в списке доверенных. К тому же в данном блоке мы можем задать несколько аргументов, то есть переменных, значения которых мы можем менять с помощью данной команды. Давайте посмотрим, как это делается. В свойствах блока мы можем задать несколько переменных, например, a и b. Название команды пусть будет тест. У меня уже есть простой алгоритм, который в диагностику выводит значения переменных a и b. Их значения по умолчанию равны нулю. Загружаем алгоритм. В диагностических сообщениях мы видим, что значения переменных равны нулю. Теперь переходим на вкладку команды и отправляем команду тест пробел 1,2. Возвращаемся на вкладку диагностика. Теперь мы видим, что a равно 1, а b 2. С помощью такого блока мы можем создать собственный набор команд. Это позволяет нам менять параметры в других алгоритмах или запускать целые цепочки алгоритмов с каким-то специфическим набором параметров. Простой пример применения этого решения – алгоритм для контроля стиля вождения. Зимой допустимые пределы показателей поведения водителя отличаются от этих же параметров для летнего времени. Чтобы не загружать новый алгоритм каждый раз при смене сезона, вы можете добавить в ваш алгоритм дополнительную цепочку с блоком «Принята команда» и менять набор параметров с помощью команды. Стартовое событие «Сделать фото» используется в том случае, если к терминалу подключена фотокамера по одному из цифровых интерфейсов. Данное событие будет запускать цепочку каждый раз, когда терминал обращается к фотокамере и пытается сделать снимок. Таким образом, к съемке фото вы можете добавить дополнительные действия, проверки или иные алгоритмы. Событие «Обработчик RS-485» запускает цепочку алгоритма при приеме пакета данных по одному из цифровых интерфейсов RS-485 или RS-232. Данный блок подробно рассматривается в модуле EasyLogic Expert. Давайте рассмотрим еще один полезный блок «Диагностическое сообщение». С помощью него вы сможете выводить в диагностическое сообщение различную полезную информацию. Она будет отображаться на вкладке «Диагностика», если вы поставите галочку в разделе «Диагностика алгоритмов и скриптов». Давайте посмотрим, как пользоваться данным блоком. Он позволяет нам выводить не только произвольный текст, но и аргументы. Для вывода аргументов используются специальные подстановки. В EasyLogic есть несколько стандартных подстановок. Мы можем использовать три из них %d, %b и %x. Подстановка %d позволяет выводить значения аргументов в десятичном виде, %b в двоичном, а %x в шестнадцатеричном. Количество подстановок в диагностическом сообщении должно соответствовать количеству аргументов. Аргументы подставляются на место подстановки в том порядке, в котором подстановки встречаются в тексте сообщения. В данном примере числовое значение выводится во всех возможных форматах. Переходим в диагностику и начинаем прием сообщений. Алгоритм выводит значения переменных по умолчанию раз в секунду. Мой телефон уже внесем в список доверенных на данном терминале и я отправляю на терминал sms с командой test с новым параметром. Мы видим, что значение в диагностике поменялось и алгоритм теперь выводит новое значение. Есть еще один интересный блок «Послать ответ». Работает блок аналогичным образом, как и диагностическое сообщение. Но разница в том, что сообщение выводится не в диагностику, а отправляется в тот канал, откуда была принята инициировавшая этот блок «Команда». Например, если команда пришла из ПО мониторинга, то ответ уйдет в ПО. Если же вы отправили сообщение через вкладку «Команды», то ответ придет в поле «Ответ» на вкладке «Команды». Аналогично работает действие «Послать смс». Его отличие в том, что ответ уходит на указанный телефонный номер. Также, кроме стандартных подстановок %d, %b и %x, есть еще три стандартные подстановки, и они работают только в данном действии. Подстановка %emay выводит имей данного терминала, %lat выводит текущую широту, а %lon выводит текущую долготу. Эти подстановки не имеют привязанных к ним аргументов и напрямую указываются в тексте сообщения. На этом все. В следующем видео мы поговорим об еще одном крайне полезном блоке «Выполнить команду». С вами был Дмитрий из Galileo Sky. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok